Взгляд Они снимали фильм о торговле людьми и сами стали жертвами этой торговли. Торговля людьми сейчас в Чечне довольно обычное дело. Мы и не только мы, многие журналисты занимаются подобными историями. Но в нашей истории совершенно неожиданно появился принципиально новый поворот, поворот политический, и поэтому об этом имеет смысл говорить. Буквально через несколько часов после захвата в плен Ильяса Богатырева и Владислава Черняева пресс-секретарь президента Чечни Масхадова Казбек Хаджиев сделал заявление. Кто такой Ильяс Богатырев нам известно. И у нас нет доли сомнения в том, что он хорошо выполняет работу спецслужбы. Это раз. И во-вторых, нам известно также, что Ильяс Богатырев оказывал посреднические услуги в деле освобождения как итальянских журналистов, так и российских журналистов ранее. Поэтому и президент, и министр внутренних дел, и я, как пресс-секретарь, в свою очередь, в своем телефонном разговоре сказали Богатыреву, что ему крайне нежелательно появляться в Грозном. И его нынешнее появление в Грозном, и повлиявшее за этим похищение, это большой спектакль. То, что политика довольно грязное дело, конечно, ни для кого не новость. Я вспоминаю прошлый год, февраль, когда Ильясу Богатыреву, он был тоже в плену, угрожали расстрелом. Кому-то очень не понравились жесткие кадры, которые мы показали из Кизляра. И странное совпадение. Именно в то же время взгляд обвиняло ФСБ здесь, в Москве, не только ФСБ, об этом говорили и в Думе, в том, что наша программа выпускается на чеченские деньги. И причина была в том, что именно Ильясу Богатыреву в момент обстрела села Первомайское удалось поговорить с нашими пленными, которые были там, в селе, в момент, когда ввелся артобстрел. И, естественно, ФСБ отрицало факт наличия там пленных. Я Чернян Карая. Нахожусь в качестве заложника. Прошу программу «Взгляд» довести до всего мира, чтобы нас освободили из этого ада. Потому что наше правительство нас обмануло. Теперь нас здесь бомбят. Бомбят российские солдаты. Разговор, который вы только что сейчас видели, Ильяс Богатырев ввел по рации «Масхадова», который в те времена часто помогал взгляду в поиске пленных и в спасении их. Но теперь у «Масхадова» появился пресс-секретарь. И версия событий, на наш взгляд, одна. Нужно только вспомнить, как они развивались. В мае Ильясу Богатыреву удается встретиться с пленными журналистами «Радио России» и «Тартас». Понимается большой шум, поскольку он встречается с ними как раз в тот момент, когда подписывается мирное соглашение между Россией и Чечнёй. Делегация Чечни находится в Москве. После этого «Масхадов» резко критикует взгляд. В некоторых российских газетах появляются статьи, где цинично обсуждается, этично ли вообще общаться с заложниками, мол, это играет на руку бандитам. Интересно, что бы эти журналисты сказали родственникам. В тот момент, когда фактически чеченские власти говорили о том, что пленных на их территории вообще нет. Вскоре журналистов освобождают, и сам Ильяс Богатырев оказывается первым, кто в Махачкале их встречает. Вы эту пленку видели в прошлую пятницу в программе «Время». Огромный низкий поклон и огромное спасибо журналистам, люди, которые с нами работали, потому что они нас знают. Но при этом, опять-таки, я еще раз хочу сказать, что-то и более настойчиво, правда ли, в Москве был Ильяс. Он был человек, который занимался этим практически только на три месяца. Это действительно был Ильяс. Если бы не было бы... Три месяца он добивался, он искал разные каналы. Трешно? Передавал нам все, что у него, как бы было. То есть, вот, есть какие-то ребята, пожалуйста, есть вот это вот... Ребята, мне не надо ничего этого. Сделайте, чтобы было во благо. Если бы сделал бы Ильяс. Правда. Так вот их освободили. Осталась еще одна телегруппа. Лена Масюк и ее товарищи. И вдруг в центре Грозного, посреди бела дня, в двух километрах от здания МВД Чечни, захватывают в плен Ильяса Богатырева и Владислава Черняева. Масхадову этого не нужно. На переговорах с Россией он отвечает за все. Безусловно, это нужно только тем, кто против Масхадова. И не только тем, кому нужны деньги, но и кому нужна власть. Власть без Масхадова. Только странно, что во всем этом замешан пресс-секретарь. И похоже, что Масхадов про это заявление сам ничего не знает. Мы связались с Грозным, где находится майор Вячеслав Измайлов. Может, вы помните, это один из героев нашей программы. Человек, который сам добровольцем поехал в Чечню, воевал, потом помогал вытаскивать оттуда пленных, чем занимается и сейчас. Но уже, правда, не в армии, откуда его убрали, а работая журналистом в «Новой газете». Вячеслав Яковлевич, вот вы общались с Махашевым. С Махашевым же общался Ильяс Багатырев буквально за час до того, как он попал в плен. Неужели Махашев знает меньше, чем знает пресс-секретарь? Значит, Казбек в присутствии вот целой группы людей, он сказал так, что он с Ильясом встречался 11-го числа утром. Ну, разговор был о той передаче, в которой Ильяс показал двух журналистов радио России. Ну, были какие-то претензии тоже высказаны по поводу этому Казбеку Махашевым и Ильясу Багатыреву. Но в целом Казбек сказал, что мы расстались с друзьями, и я считаю Ильяса своим другом. Мы ищем Ильяса Багатырева и Владислава Черняева, наших товарищей. Ищем их по всем имеющимся у нас каналам, и сейчас я обращаюсь к тем, кто их похитил. От журналистов во время войны в Чечне зависело очень много. Зависели человеческие жизни. Фактически только от общественного мнения зависели масштабы боевых действий. Сейчас от журналистов зависит то, как будут складываться отношения между русскими и чеченцами. Не только в Чечне, но и в каждом российском городе. Получается так, что сейчас это зависит и от вас. Отпустите наших товарищей. Субтитры создавал DimaTorzok